Эту оперу Виктор Ульман писал в концентрационном лагере Терезинштадт. Узники гетто читали лекции, издавали журналы, ставили спектакли. Понимая, что это перевалочный пункт на пути к лагерям смерти, композитор Ульман писал, «Мы ни в коем случае не сидели плача стена на берегах рек Вавилонских. Наша воля к культуре была адекватна нашей воле к жизни». В концлагере он создал более 20 произведений, в том числе и оперу «Император Атлантиды». Поставить на сцене герикона это произведение выпускнику ГИТИСа Вадиму Летунову предложил Дмитрий Бертман. Скажем так, художественный протест, потому что узники Терезина, Носкологета, где находился композитор и либретист, не могли по-другому взять оружие в руки, и они через творчество показывали свое отношение к происходящему в мире. По сюжету оперы император Атлантиды объявляет войну всему живому. Указом назначает своим помощником смерть, но она отказывается ему служить. В прологе обозначено место действия. На границе между миром живых, которые не могут больше смеяться, и мертвых, разучившихся плакать в мире, который больше не умеет радоваться жизни и умирать своей смертью. В концлагере композитор писал оперу для ансамбля из 14 солистов. Была разучена силами заключенных, поэтому те инструменталисты, которые были в окружении Ульмана в Терезинштадте, те инструменты и были использованы. Инструменты в опере — альтер-эго героев. Смерть — фортепиано, громкоговоритель, рассказчик и информатор императора — труба, солдат — клавесин. У Михаила Неконорова в этой опере роль главного злодея императора. Эта партия, говорит, самая сложная в его жизни. Вначале я такой стопроцентный, даже, можно сказать, сказочный злодей. Вот как доктор злой, знаете, вот он прям злой, прям призлой. Вот он хочет, чтобы все умерли, всех убить. А потом с ним смерть играет злую шутку и перестает принимать мертвых к себе. В 1944 году в концлагере эту оперу посчитали сатирой на нацизм, а фигуру императора — пародией на Гитлера. Композитора с семьей отправили в Освенцим, в газовую камеру. Там же в лагере погиб и ребритист этой оперы. Премьера состоялась десятилетия спустя. Геликон предлагает свою версию, где среди трагических событий есть линия любви. Это притча о надежде. И линия солдата и девушки, которая в нашей постановке является центральной. Затерянный мир нормальных человеческих эмоций. Император Атлантиды или неповиновение смерти — трагический музыкальный документ 20 века. Опера-притча о страхе и смелости, жизни и смерти, ненависти и любви. Лидия Алешина, Дмитрий Котов, Новости культуры.